Добрый вечер! Более интересно. Сергей, я так понимаю, что это одна из составляющих курса НЛП, который вы преподаете, читаете, обучаете, если можно так сказать. Давайте для наших телезрителей ремарочку. Что такое НЛП, чем его едят и как оно в повседневной жизни нам может пригодиться? И кого оно ест? НЛП – это нейролингвистическое программирование. Нейро означает, что от состояния нашей нервной системы зависит то, что мы думаем, то, что мы чувствуем и в итоге то, что мы делаем. Лингвистика – это означает то, что мы можем выбирать нужные слова для того, чтобы сообщать что-то, что меняет состояние нервной системы, ну и так далее по цепочке. Ну, если я вас верно поняла, то есть, если я, не знаю, давление у меня сегодня никакое, не с той ноги я встала, жизнь ужасная, ничего я не делаю, становится все хуже и хуже, вот оно проявление моей нервной системы, правильно? Да, то есть, в совокупности входящих сигналов, наличие каких-то образов, внутренних голосов, вот это все-все-все на выходе дает некое состояние. Проснулась, не с той ноги встала, сама себя еще накрутила, пошла еще всем настроение испортила, бывает такое, да? Бывает, да, да. Так вот, терапевтическая часть НЛП – это о том, как, прежде всего, можно поменять свое состояние путем того, что, а, мы можем что-то поменять в окружении, если мы знаем, что именно будет влиять очень сильно и мощно, и, конечно, когда мы меняем внутренние процессы. Иногда это, ну, кажется волшебством, когда меняешь одну картинку внутреннюю на другую, раз, все меняется. Ну, например? Два года назад я разговариваю с человеком, есть интересное понятие – линия времени, то есть то, как мы в нервной системе маркируем время. Есть прошлое, есть будущее. И беседую с человеком, говорю, а где ты представляешь себе будущее? Человек мне говорит, а нигде не представляю. Я говорю, как? То есть вот обрубается путь, скажем, как-то, да? Я говорю, как? Ну, вот подумай о событиях. Оказывается, у человека события прошлого, выстроенные в виде кадров и коротких фильмов метафорических, и они заполняют все пространство впереди. Вот полукруг, полукруг, полукруг. Я первый раз такое встречаю, я говорю, и как тебе живется? Ну, как? Ну, так. Я говорю, в качестве эксперимента давай сделаем вот что. Возьмем вот это все и поставим за спину. Просто махаю рукой, помогаю физическим действиям, показываю, как… То есть вот как-то так в процессе, да? Да. Человек соглашается, ну, в качестве эксперимента. Хотя это кажется вот так вот, да? Ну, вот таких вещей, психологии много, да? Да, достаточно много вещей, которые со стороны кажутся странными. Мы ставим раз, они вылазят вперед, еще раз ставим назад, еще раз ставим назад, и они закрепляются сзади. И буквально в течение нескольких минут человек говорит, о, я теперь могу думать о будущем. Прошло два года, этот человек стал, а, больше зарабатывать, у этого человека появилось намного больше планов на будущее, там есть какие-то события, которые человек спрогнозировал, сделал и идет дальше. Ну, по сути, ему стало легче дышать и появилось, куда идти. Да. Хотя никакого дополнительного образования, никакой терапии не было. Мы просто поменяли расположение вот этих образов, которые кодируют восприятие времени. Теперь прошлое за спиной, ну, это более полезно. За спиной или слева в нашей культуре освободилось место для будущего. Туда можно поставить все, что хочешь. Вот и все. Хорошо. Все-таки NLP такая полезная вещь. Смотря для кого. Смотря для кого. Ну, вот сейчас про это расскажете. Часто мы сталкиваемся в жизни с манипуляторами. Ну, знаете, вот, ну, и на работе, и дома, и везде-везде хватает, да? Да. Манипуляция – это один из инструментов NLP, или некоторые люди делают это неосознанно? Я скажу так. Где учат этому, скажи? Где вот этому сволочному характеру обучают? Мне кажется, надо, уже пора вести курс. Как умело манипулировать, чтобы тебя никто не заметил, да? Так вот, в NLP есть инструменты, которые можно использовать и так, и так. То есть, если у человека есть какие-то, ну, грубо говоря, социально одобряемые, позитивные цели, в кавычках, NLP мы используем во благо. Если же человек… Это называется мастер-йода NLP, да? Да, да. И Дарт Вейдер от NLP, может быть, да? Дарт Вейдер, да. Я знаю одного человека, который достаточно хорошо владеет инструментами NLP, у него экстремальная точка зрения. Он говорит, экологию придумали трусы. То есть, если я знаю, я влияю на всех, кто попадается под руку, как хочу. Если я не знаю, на меня кто-то влияет, как хочет. Вот у него такая крайность. Один принцип по жизни – опасный человек. Опасный человек, да. Но вертит людьми вот так, как хочет. Сергей, я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, простенький, но он в доходчивой форме объясняет, как, используя самые простые техники NLP, можно вот какие-то нападки манипуляторов отражать. Друзья, давайте посмотрим и намотаем себе на уст. Хорошо. Привет, друзья. Сегодня я хочу обсудить животрепещущую тему манипуляции. О ком вы сейчас подумали? Дорогой, помоги мне, ведь ты же такой классный. Вы как умный человек, со мной, конечно, согласитесь. Ты совсем мне не звонишь. Если бы ты любила меня, ты бы звонила мне чаще. Если бы ты помог мне, я бы не обрезалась. На первый взгляд, это обычная фраза. Но вдумайтесь, почему же мы помогаем человеку в ответ на просьбу так нехотя? Почему бы просто не помочь от всей души? Нет, у нас есть ощущение, что что-то не то внутри. Что нас вроде бы просят, но как будто если мы не сделаем, случится что-то страшное. Манипулятор связывает наши ценности с действиями, которые он ожидает от нас. Он дергает нас за ценности. А мы так хотим выглядеть хорошо, быть хорошей дочкой, хорошим начальником, хорошим другом или просто умным человеком. Так как же остаться для себя самого хорошим и не испортить отношения с другими людьми? Дорогой, помоги мне, ведь ты же такой классный. А как связано то, что я классный, моя помощь? Я перестану быть классным, если не помогу тебе в этот раз. Вы как умный человек со мной, согласитесь? Спасибо, что похвалили. Только я не пойму, как связаны мои умственные способности и мое согласие с вами в данном вопросе. Если бы ты любила меня, ты бы звонила мне чаще. Моя искренняя и преданная любовь к тебе совсем не связана с тем, насколько часто или не часто я тебе звоню. Если бы ты помог мне, я бы не обрезалась. То есть, если в будущем я не смогу помочь тебе, ты все время будешь резаться и травмироваться? Дорогой, помоги мне, ведь ты же такой классный. То есть, если я не помогу тебе сейчас, я буду ужасен. Вы как умный человек со мной, согласитесь? Ой, как приятно. Пожалуй, в том, что я умный, я с вами так и быть соглашусь. Если бы ты любила меня, ты бы звонила мне чаще. А давай я буду звонить тебе каждые пять минут. И это будет огромная любовь, правда? Если бы ты помог, я бы не обрезалась. Слушай, а пока я на работе, ты же, наверное, здесь вся в кровище утопаешь. Это может сработать, а может не сработать. Все зависит от того, с кем вы имеете дело. Я советую вам попробовать. А чем черт не шутит? И, конечно же, я не советую вам злиться на того, кто манипулирует вами или пытается манипулировать. Часто мы делаем это настолько неосознанно, что для нас это становится привычным способом получить желаемое. Поскольку мы теперь в курсе про эти дела, мы можем деликатно намекнуть человеку, в эти игры я не играю. Будьте бдительны. Да пребудет с вами сила. Друзья, ну, играть или не играть в эти игры нам не приходится выбирать. Мы живем в современном мире. И насколько я понимаю, насколько я могу сейчас оценить, да, вот как-то подготовившись к сегодняшнему эфиру, первопатик вот столько литературы, я сейчас понимаю, что технологии манипулирования используются очень часто в повседневной жизни. Этому учат, например. Этому учат родители детей, во-первых. Во-вторых, этому учат в школе учителя. Мы этому учимся друг у друга. Ну, и, естественно, любимая область для манипулирования – это продажи. Вы, как умный человек, должны понимать, что наше предложение… Вот этот телевизор за 100 тысяч вам именно то, что нужно, да? Конечно, конечно, да. Когда, как было правильно сказано в сюжете, есть некоторые ценности, которые у человека находятся под некоторым сомнением, и очень важно все время соответствовать этой ценности. И тогда тот, кто это замечает, пытается посеять сомнение, подтвердить которое можно только нужным действием. То есть, ну да, если ты делаешь этот выбор, мы соглашаемся с тем, что ты действительно умный человек. Человек же очень хочет… Ну, а если тот… Ну, я не знаю, вы, конечно, попользуетесь этим телевизором. Ну, некоторые не очень разумные люди делают и такой выбор, конечно, да. Все, мы маркируем. Хороший выбор, нехороший выбор, и даем на нужную ценность. Конечно, примеров очень-очень много. И раз уж мы заговорили о манипуляциях, есть темная сторона силы. Да, да. Темная сторона силы. Многие используют ее неосознанно, а некоторые – осознанно. Ну, вы сказали, что у родителей учатся. Возможно, что вот в семье вот сложился такой стиль управления, если можно так выразиться? Это обычно какая-то запутанная коммуникация, когда непрямая, когда нельзя по каким-то причинам говорить прямо, потому что есть, ну, скажем так, недостатки. Чего-то не хватает своих ресурсов, и их тогда приходится, говоря, словом продажным, словом отжимать вокруг. Ну, прежде всего, своих близких. Ага, отжал, все, хорошо. Все, мы играем в эту игру дальше. Не отжал, все, плохо, значит, твоя ценность под сомнение идет вниз. Пример, пример, Сергей, самый простейший. В семье что можно отжать при помощи манипуляции? Да, в семье это внимание, это время. Кто будет выносить мусор, например? Если бы ты меня любил, ты бы вынес этот мешок. Да, но даже не так. Ой, вот знаешь, некоторые мужчины, которые заботятся... А сама вот вся вот такая... Да, 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 то есть маркировка. Если ты это не делаешь, да, значит, ты не заботишься, все, пошло по этому. И вроде бы охота показать заботу, проявить, но с другой стороны, когда человек понимает, что им начинают управлять, возникает вот это противоречие. Неприятие внутреннее. Конечно, неприятие. По крайней мере, неискусные манипуляции замечаются быстро. Растает раздражение, потом... То есть, если правильно понимаю, такие вот неприятные моменты надо вовремя и безболезненно гасить, чтобы маятник вот негатива какого-то не раскачивался, да? В НЛП, если уж мы говорим про это, чаще всего используется слово «уместно» или «полезно». Не надо, можно ругаться дальше, накапливать негатив, но «полезно» или «уместно» вовремя прояснять открытым текстом. Потому что самое прямое послание обычно самое ясное, самое доходчивое. Мы получаем наиболее прямую реакцию. Как только мы пытаемся завуалировать, мы получаем какие-то побочные последствия. Хорошо, но положительные, если можно так выразиться, манипуляции существуют? Ну, в отношениях, помимо мусора же, много приятного? Давайте возьмем пример с детьми. Можно из лучших побуждений ребенка портить, я уже про это говорил, если мы обращаемся к личности человека. Вот. А можно разделять. Вот как, например, я слышал потрясающий пример, когда мама говорила о ребенке, я говорю, не могу понять, как у такого умного, способного мальчика не хватает терпения, чтобы выполнить домашнюю работу. Браво маме! Да, то есть она что делает? Она подчеркивает ценность ребенка, она обращается на уровень личности. Это очень высокий логический уровень. И очень тихо, и вот так подталкивает, да? Да. Она критикует поведение. Это то, что ребенок может исправить. И она подталкивает его туда, чтобы поведение справлялось, чтобы поддерживать вот этот вот хороший, промаркированный ей образ. Пусть мамы возьмут себе это на заметку у Сергея, но у нас есть второй сюжет про НЛП, про манипулирование. Как раз-таки тот момент, когда можно подхлестнуть романтику в отношениях, ну, в честь Дня Святого Валентина. Давайте посмотрим. Как манипулировать в отношениях? Есть очень интересный способ. Он на нашем профессиональном языке называется подстройка через отстройку. Я вам сейчас объясню. Смотрите, это хорошо работает на первоначальных этапах отношений, когда они только завязываются, когда там парень начинает встречаться с девушкой. У них все хорошо. Они несколько дней друг с другом видятся, у них свидание, романтика, все классно и здорово. А потом, допустим, на третий день он специально берет и выключает мобильный телефон. Или не берет трубку, что еще лучше. То есть она звонит, он не берет трубку, она пишет смс, он не берет трубку, он не появляется в соцсети, он не отвечает там на звонки в скайпе и так далее. То есть исчез полностью на день. Она начинает паниковать. У нее возникает целая куча мыслей. Вот он, ну что ж такое, что случилось, мне же было так хорошо, почему он меня игнорирует. А допустим, на следующее утро он звонит сам и говорит, слушай, у меня тут такое произошло, мне нужно было уехать в командировку, ты извини, я забыл телефон там дома. Ну или какую-нибудь еще причину такую адекватную, по которой он не мог отвечать на ее звонки и реагировать на ее сообщения и так далее. И вследствие этого получается следующий эффект. Отношения становятся сразу намного ближе. То есть из-за того, что она сначала расстроилась, так как он вроде бы как начал ее игнорировать, а потом оказалось, что причина совершенно не в ней, а в какой-то ерунде, то наша психика стремится к тому, чтобы еще более плотными, еще более крепкими эти отношения сделать. Ну вот такой вот нечестный манипулятивный ход. Ну вот так, дорогие девушки, будьте готовы в День Святого Валентина найти пропажу и обрадоваться, даже без букета, да? Да. Так все-таки, Сергей, подытоживая наш разговор, НЛП для чего, для кого, зачем? По-хорошему для всех. Для того, чтобы, во-первых, лучше понимать, как сам думаешь, как сам чувствуешь, как сам к чему-то приходишь и менять это. Во-вторых, чтобы понимать других людей, лучше яснее доносить свои послания и воспринимать то, что они хотят до тебя донести. Даже если это коммуникация кривая. Чтобы сразу пресекать негативные манипуляции. Хорошо. Есть еще буквально минутка, наверное. Хочу задать практический вопрос. Бывает, что на работе пытаются на нас повесить что-то. Да давай, ну это же легко, там сделать вот этот отчет, пока я там мотнусь куда-то срочно. Ты же понимаешь, у нас общие корпоративные цели. Человек может это сам сделать. Ты понимаешь, что сейчас сделаешь, и будешь потом делать этот отчет каждый раз за него. Как сделать на практике? Вот как уйти от этого? Один из примеров, дать негативное долгосрочное последствие. Хороший прием, когда говоришь, слушай, ну у нас с тобой, по-моему, уже деловые отношения и так есть, или там дружеские какие-то, рабочие. Что вот ты это делаешь для того, чтобы испортить эти отношения? Тебе правда охота портить? Вот ради твоей лени, что ты не хочешь этот, не знаю, отчет делать? Хочешь на меня это свалить? Да? Ты готов на это? Наша корпоративная дружба пошатнется, да? Да, пошатнется, да. Вполне может остановить. Замечательный совет. Сергей, прямо вот, прямо меня, не знаю, заинтересовали, буду теперь без вылазна сидеть в Ютубе, или, не знаю, ваш канал смотреть. Практиковать. Практиковать, да? Это самое важное. Практиковать, да? Там много чем можно заняться. Большое спасибо, что пришли, рассказали о новой интересной теме, вам хороших манипуляций, полезных. Смотрят для кого? Ну, для всех для нас полезных. Но вам, друзья, хочу пожелать хороших наступающих праздников. Пусть все вас радует, пусть погода действительно становится теплой, и пусть в душе у каждого будет счастье, любовь и радость от каждого дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова